Приветствую вас, я помню ваш вопрос, отвечал на него он, вот, немного странно для меня прозвучала ваша фраза о том, что не могу сказать, что полностью разобралась, вот, там это вроде бы я все очень подробно, лично я все подробно вроде бы рассказал, вот, уверен, что другие коллеги сделали. Тоже то, что мы вам не ответили на все вопросы, то да, это понятно, нужно больше информации о вас, вот, дальше, значит, вы пишите, хотела бы попросить вашего совета на следующее также, ну, вы знаете, Ольга, поскольку здесь у нас, у нас, так получилось, да, что у нас здесь все, открыто, да, то есть вы аноним, вот, то есть вы не аноним, вы открыто все делаете, то, я думаю, теперь ты видишь, что вы задавали свой вопрос, с пор не сделали, они не выбрали, как бы, лучший ответ, да, и я думаю, что вот, лучшим, лучшей благодарностью будет, выбрать, выбрать, выбрать лучше ответы, хотя бы поставить лайки под ответами, ну, то есть, как бы, ну, как-то отблагодарить экспертов, вот, я сейчас не про себя говорю, я говорю вообще, вот, а то, как бы, ну, мотивация у коллег отвечать вам будет меньше, вот, значит, этот же молодой человек никогда не берет меня с собой никуда, даже если девочка и его друзей присутствуют, ну, смотрите, как бы, это говорит о неуверенности в себе вашего молодого человека, то есть, если мужчина, да, никуда не берет свою девочку и хочет, в принципе, то она сидела вот дома, ну, это говорит о том, что человек боится, боится, что ну, в данном случае вы как-то вот пообщавшись с другими, допустим, мужчинами, да, выберите соответственно их, а не его, и, в общем, боится он, что вы найдете кого-то лучше, вот, без исключительного, такая вот неуверенность в себе вашего мужчины, вот, и за счет того, что он вас никуда не берет, да, он самоутверждается, он самоутверждается, старается чувствовать себя более уверенно, то есть, таким образом он пытается почувствовать себя более уверенно и, самое главное, безопасность, то есть, ему так безопаснее, когда вы, ну, когда вы дома сидите, да, и все, и вот, и вот устраивает, позиция его устраивает, устраивает. Вот. Значит, дальше идем. Так, я ему об этом говорила, говорила также о том, что он всегда за то, чтобы выйти куда-то с друзьями, но когда я прошу прогуляться, он отвечает, что так хочет побыть дома. Да, молодой человек не хочет никуда с вами выходить, да, все верно, не хочет вас показывать, боится соперничества, боится возможной конкуренции, вот, но все это, по сути, означает, что мы мужчины не уверим в себя, это, в свою очередь, значит, что, что бы вы ему ни говорили, да, вот, какие бы вы ни использовали слова, слова, они, на самом деле, мало чего дадут, потому что мужчина здесь ориентирован не на вас, а на себя, если мужчина ориентируется на себя, а не на вас, то, что бы вы ему ни говорили, а разница, как бы разницы не будет никакой, в самом деле, человеку, человеку интересно только его, желание, его какие-то переживания, а вы, вы его не интересуете, так он считает, что, ну, вы можете совершенно спокойно, спокойно, посидеть, например, дома, и, в общем, ничего не будет вам из-за, ну, из-за этого. дальше, значит, и в результате я верю, что можно действительно, человек хочет посидеть дома, так как его работа связана с разъездами, но чаще позже стоит ему другу, ему позвонить, он сразу готов идти куда-то. Я бы сказал, что, понимаете, вот опять же, да, ваша вера, это что такое, это, по сути, ага, на мой, ну, на мой взгляд, да, это, по сути, проявление, ага, я бы сказал, знаете, такой наивности, вот, мне видится такая история, что это проявление наивности, вот, вашей наивности, это проявление, то есть, в каком смысле, в каком смысле, да, то, что вы верите молодому человеку, хотя он, ну, как бы он, он молод, да, вот, он молод, он, в общем-то, полон сил, и вот, с чего бы ему уставать тогда, да, например, на то, что работа у него связана с разъездами, но это, на мой взгляд, большой вопрос, вот, кроме того, ага, ведь он же сам выбрал работу, правильно, он же ведь сам ее выбрал, то есть, его, как бы, как бы, никто не заставлялся выбирать работу, да, правильно, и вот никто не заставлял, он его там, ну, значит, получается, что из-за того, что мужчина выбрал работу, да, вы, допустим, страдаете, грубо говоря, вот, ну, на мой взгляд, в этом, абсолютно ничего, вообще, хорошего нет, и быть не может, не может, в принципе, да, вот, и ваша вера, это либо страх, страх его потерять, страх, что он вас оставит, страх, что он уйдет, например, вот, вот, а либо, либо это наивность определенная у вас, вот, как это видится у меня, по крайней мере, либо некая такая уже мировоззренческая позиция, согласно которой вы считаете, что женщина действительно должна во всем слушаться своего мужчину и жертвовать собой, жертвовать своими интересами ради него, ну, ради, вот, собственно, ради его желаний каких-то, вот, понимаете, такая штука, и когда вы, когда вы соглашаетесь, с человеком, когда вы соглашаетесь с человеком, а волей-неволей вы подтверждаете эту его позицию, что женщина действительно должна жертвовать собой, и по итогу ничего хорошего из этого опять же не получается, то есть мужчина видит, что вы поддаетесь ей, вот, значит, вот вчера мы чутили о чем-то, и в контексте разговора я снова упомянул этот факт, как неприятен мне на ответил, ты баба, ты сиди дома, понимаете, Ольга, вам не, вам не, говорить нужно, выбрались куда-то, куда вам нужно, ну всё, понимаете? Вот. Кстати, и если вы будете так делать, то и мужчина, может быть, будет вас больше ценить, и тех проблем, которые у вас вот были в первом вопросе, да, тех проблем не будет. Может такое быть? Конечно. Конечно, такое может быть. Вот. Понимаете? А так, если вы готовы сидеть дома, да, готовы следовать его желаниям, готовы быть такой, какой хочет он вас видеть, то, конечно же, интерес к вам пропадает, и он начинает там на других девочек смотреть. Опять же. Вот. Так что здесь история вашего, вашего, скорее, отношения к себе, здесь история того, как вы сами себя воспринимаете, здесь история о том, как вы сами себя видите и откуда вот эта вот ваша такая вот позиция. излишняя доверие, такая наивность. Вот. По моему лицу стало видно, что не совсем приятные такие слова, сразу извинился и сказал, что пошутил. Ну, вот знаете, я полагаю, что в данном случае это, это то, что, ну, то, чего мужчина хотел бы. То есть, он хотел бы, чтобы вы сидели дома, он хотел бы, чтобы вы никуда не выходили, и хотел бы только самостоятельно, что-то делать. Вот. Смотрите, куда-то выбираться, что вы его сюда, вы его сюда. Вот. Вот. Ну, вообще говоря, это называется эгоизм. Это, то есть, это не любовь, это эгоизм. Это вот чистый вариант эгоизм. Вот. Ну, нравится вам это или нет, но это эгоизм. Всё, вот. Вот. И, как бы что вы уже будете с этим делать, да? Как вы будете это это принимать, да? Это уже вам решать. У мужчины эгоист, это началось не сегодня, и не вчера! Вот. Так. Помню каждый раз, как мои подруги звали меня Гулятина меня. Он отвечал, чтоб я не шлах, а не гулящие девушки, будут у меня кого-либо там друзей и парней схват. И вот это неуверенность в себе, не желание конкурировать. Сейчас знакомая предупредилась, что через полтора месяца будет праздновать свой день в России, но я уже знаю, что он будет против затеечества, просто говорите им, что идете и никаких проблем. Скажите, пожалуйста, как поговорить с моим парнем о моих походах к друзьям, и как дела, так, что он перестал встал от меня дома. Значит, понимаете, вы, Ольга, совершаете ошибку. Вы пытаетесь своего мужчину перевоспитать. Мужчина ваш не изменится. Вы можете изменить себя. Что это значит? Хотите идти к друзьям, идите. Это значит, что-то говорить, вы можете ему совершенно спокойно отвечать. Ну, ты же меня с тобой не берешь, поэтому я хочу, например, к друзьям, допустим. Или вы можете ему отвечать, так, а ты что, ты чего боишься? Почему? Ну, будут лапать хорошо, а ты чего? Ты чего-то боишься? Ты что, не верен в себе? То есть, как бы, обращайте на него вот эту вот историю. Вот, обращайте, значит, к нему, ну, обращайте к нему акцент. Понимаете? Понимаете? Какая история? Вот. Дальше. Значит, как сделать так, чтобы он перестал осталять меня дома? А это только, чтобы была мотивация. То есть, он перестанет вас осталять дома, и если увидеть, что вы в любом случае будете гулять. Вы в любом случае будете уходить. И если он поймает, что это неизбежно, что вы будете уходить, то он будет предпочитать, чтобы вы были с ним, нежели чем вы были одна. Вот и все. Тут только так. Если человек эгоист, то его нужно учить. Его нужно учить. Нужно учить его, что у вас есть личный границ. Вот. Мне кажется, ему просто удобно. Да, это правда. Это правда. Ему удобно. Да. Хочу по-человечески объяснить ему свои чувства насчет того, чтобы, насчет этого, чтобы не вредить нашим отношениям. Понимаете? Нельзя бояться навредить отношениям. То есть, понимаете, в психологии есть такая позиция, что если отношения целостны, если у них все хорошо, я имею в виду, в отношениях, если в отношениях все хорошо, то вы не навредите. А человек, услышав ваши желания, да, он, соответственно, лишь только согласится, обрадуется, что вы его об этом попросили и сделает как вам нужно. А если в отношениях есть трещина, то эта трещина будет шириться. Такие отношения лучше закончить. Понимаете? Поэтому, когда вы говорите человеку нет, когда вот человеку говорят, то сообщение бесполезно. Он будет пытаться вас переубедить, ибо вы зарекомендовали себя как неуверенный в себя человек. Вот. Он будет пытаться вас переубедить. Поэтому, по-человечески вы уже объясняли. Теперь от вас столько действует. И говорить нет. И когда вы говорите нет, это никогда не нравится. Ну, если человек этого нет, не принимает, в отношениях для этого все на вас любит. И если вы после этого все равно хотите быть с ним, то возникает вопрос, а почему вы хотите быть с ним? Понимаете? И, когда вы пишете, а то он и не хочет сам со мной выходить куда-то, это его право, и мне одно не дает, а вот это уже детская позиция, это не он не дает, это вы позволяете ему вам не давать. По какой причине вы не позволяете ему вам не давать? Большой вопрос. Большой вопрос. Верно? По какой причине? То есть здесь вы перекладываете ответственность за себя, да, за свое желание, допустим, развлекаться, за свое желание проводить досуг, вы перекладываете свою ответственность на него. По факту. И по факту же, по факту же вы страдаете и будете страдать, пока будете ждать, что человек что-то для вас делает сам. Он может делать, но это не обязанность его. Поэтому прекращайте ждать, когда кто-то вам что-то позволит и берите сами. Вы же взрослый человек. А если не можете, то давайте подумаем над тем, что мешает. Разберемся с тем, что мешает, подкорректируем это и сможете делать то, что хотите, повысить свою ценность и повысить ценность свою в глазах мужчины. И тем самым нормализовать отношения. Если там действительно есть чувства, если там действительно есть стремление друг к другу. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку в Дурак Помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...